Всем большой привет, мои дорогие. Говорю потихоньку. Сейчас утро. Собираюсь на работу. Первый день сегодня. Уж сколько? Недель две, наверное, болею. Сегодня решила. Посмотрю, как смогу я на работе быть. Я попробую, знаете, наверное, когда у меня будет обед, у меня будет 30 минут, я могу подключиться. И расскажу, как бы, что со мной случилось. Что со мной вообще происходит сейчас. Может быть, ну, кто-то... Может, кто-то, например, знает. Может, с кем-то такой происходил. Потому что мы до сих пор не знаем. Я до сих пор делаю всякие обследования, тесты. Ну и все, сейчас я это... Первый раз уходим, оставляем свекровь. Ну, чтобы не я, не Джек была. Но за ней смотрит моя дочка, Маляка. Нам, конечно, повезло. У нее сейчас пока работы нет, постоянной. Но надо найти какого-то человека. Потому что, возможно, скоро у нее будет постоянно работа. И... Ой, я прям могу. У меня, знаете, я не слышу на одно ух. Я не слышу. У меня постоянно головокружение сильное. Джефф меня будет отвозить на работу. Я сама водить машину сейчас не могу. Из-за того, что у меня головокружение сильное. А, так, ну все. Короче, я, что я сказала, Маляка будет смотреть за ней. И ищем человека. Очень-очень трудно найти. Представляете, невозможно. Мы сколько вот времени уже, вот как она у нас. Мы с первого дня ищем, кто бы мог приходить. И все это время с ней быть, пока мы на работе. Невозможно найти. Все заняты, все заняты, как бы. Ну, продолжаем. Если что, я вам буду, как бы, скажу, что будет. И знаете, я не могу дождаться поделиться с вами одной новостью. Ну, я вам все покажу и расскажу, как Лукашенко говорит. Я вам все покажу, расскажу. И я прям, как бы, очень радостна. Мне даже из-за этого хочется, скорее, наработаете. Все расскажу вам, пока. Все, мы пошли с шефом, поехали. О, Маляка здесь. О, смотрите, какой этот. Как же он слово забыл, русское. Туман, туман. И, конечно, не видит школу. И, говорит, даже школу не видно. Ух ты. Обычно здесь уже видно хорошо школы. Не видно ничего. Студент какой-то идет пешком. Я хочу сейчас напомнить, если кто, например, новый зритель у меня, что я работаю в этой школе. Это школа для старшеклассников. Я работаю уже 18-й год. Работаю с особенными детьми. Мне очень-очень нравится. Я прям обожаю свою работу. Не знаю, с кем я буду в этом году работать. Потом скажу вам. Я последние два года работала один на один с мальчиком. Я всегда его называла любимчик мой. У него синдром Дауна. Он такой хорошенький. Конечно, доставлял мне иногда бубольку. Иногда, знаете, это... Ну, бывал, у него он мне всю челку мне вытрал. Так, подъезжаем, подъезжаем. О, туман какой, надо же. Ничего не видно. Скоро автобусы подъедут. Нам надо будет детей встречать с автобусом. О, хеллоу. Смотрите, вот какая моя новость. Стучит на каблуками. Вот кого я хотела вам показать. Видите, я теперь со Светой работаю. Мы с ней в одном классе. Худеет потихоньку. Ну, давай сейчас, Света. Все. Я обед забыла дома. Ой, блин. Зелаю для себя и для Светы приготовила обед. Стол не вытерли вчера. Работай. Работай. Дорога хорошая, мне нравится. Я люблю боковыми дорогами ездить. Я салонечку покажу. Где ферму, вот такие дороги. Вот так вот я люблю вот такие дороги. Мы сейчас на ферму, кстати, со Светой едем. За помидорови. И персики, может быть, еще есть. О, персики. Я, кстати, тебе принесла варенье, которое сварила из черешни с яблочками. Ага. С фермерскими. У меня черешня осталась за счет... Уж я любительница, за счет не могла съесть. А много. Я же покупаю бутонными это. И вот из персиков сварим. Где баночку тоже произвели у нас. Ой, ароматный. Боже мой. Вот прям вкуснятина. Смотри. Фелоспедисты прям бешен. Ага. На такой дороге, и ты с тебя машина не разведывается. Ну, давайте я вам маленько расскажу. Вот я обещала на обед подключиться. Не получилось, потому что бешеный день сегодня. Расписание все поменялось. И фотографии сегодня еще. Фотографии делали. Так-то, знаешь, взрослые тоже делают фотографии. Но в конце года, когда будут для... За машиной? За машиной, за машиной. Тоже не боюсь на ферму. Ну, может, да. Сейчас мы вам покажем ферму. Надо пляж, кстати, я взяла. Ладно, еще помню. В прошлый раз... Палцень, по-моему, смотри. В прошлый раз еле взяла. Ну, давайте расскажу. Ой. Короче, как началось. Я начала немножко плохо себя чувствовать. И потом резко, одно утро даже не могла встать с постели. И так мне было страшно, мне показалось, как меня прорисовало. Представляете, мне ноги не идут. Света, Света, вот-вот-вот-вот, извини, Света не сказала. И все, а теперь прямо оно будет что-то в путь. Да, да, да. Кружите меня. И это проснулось. И не могу встать, голову не могу поднять. Думаю, ну все, все, прорисация. И все, глядя у меня так в голове, только не хочу быть обузой. Потому что ухаживаю сейчас за кровью. И думаю, плюс я еще прорисована. Мне прям, я была уверена, что это прорисация. Я не могу, потому что у меня ноги прям не шли. Вот иду об углы вот так от одной стены в другой. Меня качает голова, как будто у меня вот так вот растрепали, поставили. Кружение прям ужасное. Сейчас надо смотреть, я скоро подъеду. Я, по-моему, вы здесь, мы же коричь. Ну все, приехали на скорую помощь, привезли меня, джаз, когда привез. И там стали сразу. Они вот что, хорошо, Свет, когда туда приезжаешь, они тут же все. Скоро проверить, я вот иду. Все, да, мне сразу. Тебя потому что такое вымерзжь, привезли, с тебя проверить все абсолютно. Да, чтобы найти причину. Все, кровь все возьму, ты мочу, и она все. И первую очередь сердце свет. Сердце проверили, плюс еще сделали рентген в сердце. Да, да, да. Это самое главное. И тут, короче, 3-4 часа. Так, куда в нас встали? Вот, прям вот напротив сверху. Прямо напротив тыковок, да? Да. Ну все, мы сейчас подъехали, сейчас я вам покажу. Вы смотрите, какие у них декоративные тыковки. Сейчас как раз осень перед Хэллоуином, перед Энсгином люди покупают и украшают дом. А это какие-то закорючки. Боже, свет, а черный-черный-то. Да-да-да, смотри, на, где-то взорвали еще мягенькое такое. Это прям как идеально. Ой, по-моему, я вижу и помидоры. Ой, отлично. Сейчас вам покажу. Вот 25 долларов коробка и персиков и коробка. Нормально, Света? Ты что думаешь? Смотрится? Не знаю, да. Возьмем сейчас. Давай. Хорошая. Да, и вот помидор. Какая выберем, Света? О, смотрится уже немножко призадумавшая. А вот там он еще коробочный. Это не на продажу. А, да? Это, наверное, на завтра. Ага. Хорошая, вкуснятина. Ну вот, взяли по коробочке. И Света еще немножко слив все взяла. Дорогие такие сливы, да, Света? Не знаю, я не смотрела. Ну сколько? Вот 16 с чем? А, да, ну за два. Ну смотрите, ну... Да ладно, я не люблю такие. Я как бы... А что в магазине же родные ароматные? Смотрите, какие. Ну смотрите, какая красота. Смотри, что. На ланч будет носить. А это помидорки вот. Да, помидорки хорошие. Сладкие, боже. Помидоры аж прям охота есть, есть и есть. Я вчера прям резала. Так сверху чуть-чуть майонеза, сольки. Еще порезала, еще. Так и не ела, одну помидору ела. Отлично. Я сам собаку кормлю, а сама... Правильно, тебе худеть надо. Так, ну вот, что я хочу сказать. Я так стараюсь быстренько. Короче, думали сначала, что у меня выпал из... Внутренний ушной раковины выпал один хрусталик. И вот он как будто бы там болтается и трогает ворсинки, волосики какие-то. И поэтому мое это... Как вот я хожу, координация... Или как сказать, да? Баланс. Да, кого-то будет. Поэтому он контролирует вот этот хрусталик. И поэтому они говорят, самое больше, говорит, две недели занимает это. Нет, от двух до... Туда сметелись. Ага. В общем, до двух недель. И все. И думали, что это оно. И давай меня, короче, насчет этого лечить. Особо не это же лечить. Просто говорит, очень-очень много воды надо пить, в туалет ходить. И как бы, ну, беречь себя, никакие движения риски не делать, ничего. И оно как бы пройдет само. Ну, и все время проходит, а у меня как было так и есть. И потом уже к физико-серапевту стал ходить. Вот он говорит, что... И уже она сказала, она тоже какие-то тесты делала, говорит, нет, это не оно. Ну, все. И теперь... Да, да. А вот сюда, Света. Ага. Ну, и все. И теперь только на следующей неделе я смогу сделать МРТ. По-русски МРТ, да, МРТ. Да, МРТ сделаю. И потом только 26 сентября со специалистами. Так у меня до сих пор головокружение. Таблетки мне выпили от головокружения. И вот эта сторона у меня вся полностью, как вы знаете, вот гол стоит. Такое впечатление, что общий как бы гол. И плюс еще из уха идут какие-то острые такие звуки. Вот писк, скрежет. Как будто телефон кто-то набирает. Вот такие вот движения такие вот. Вот тут постоим. Потом еще как будто бы, знаете, как будто бы шок ко мне попал. Или это лапками там вот там. Да. Да. Вот такие вот движения эти. Звуки всякие. Боже. Вот без остановки. Представляете, все вот 24 часа. Ну, как бы ночью, естественно, сплю. Ну, и все. И вот, как бы, какой результат, что это такое, так и не знаю. Вот если с кем-то такое было, если что, скажите, может быть, с вами такое было. И что это может быть? Ну, как бы, время, что прошло, две недели. И до сих пор не знаю, что это и как это избавиться от этого. Вот так вот. Сейчас немножко это, пара слов про свекровь. Тебе тоже расскажу. Такая она смешная. Но она, знаете, она вот, в ней никакой агрессии нет. Она такая вот, как будто вот ребенок, но такой безобидный. Уж насчет покушать. Если, главное дело, мало, это помаленьку, маленькую порцию. Но обязательно прям часто. И так и каждый раз говорит. Ой, я ведь уже время, например, 3.15, а я до сих пор еще ничего не ела. Сама и плотно позавтракала и перекусила. Потом пообедала хорошо. Ага, и такая все еще ничего не ела. Винцо обязательно есть. Это прям святое. Да, красное вино, сухое. Она ведь не красненькая, да? Только, да, только его. Это прям вот немножечко, но прям обязательно должно быть у нее при выжжении. Да. И это. И такая смешная. Вот от Джеффа ни на шаг не отстает. Ни на шаг. И это. А ему надо... Ну, я раньше показывала, он у нас внизу, в подвальном помещении. Там типа его студия маленькая. Он музыку записывает, пишет песни свои. И тут, значит, она это... Я с тобой. Он говорит, мам, ну, мне надо, чтобы тихо было, потому что я записываю. Не надо, чтобы никаких звуков не было. Ты сможешь тихо сидеть? Да. Ладно, пошла. А я сижу сверху, мне все слышно. Джефф поет, поет, песню записывает. Слышу, подпевает. Сидит, подпевает ему. Я сижу, угораю. Слышу, Джефф остановился. Говорит ей, мам, помнишь, я тебе сказала, что я записываю песню. Если хочешь, ты слушай, пожалуйста, пожалуйста, сиди. Ничего не говори, просто молча слушай. Она такая, хорошо. Потом, слышу, потом песню уже заканчивает. Вот прям вот только закончила, только еще рот закрывает. Она хлопать начала. Я говорю, ну, это вообще уже вот последние секунды. Вот еще секундочку. И вот он несколько раз, он несколько раз приходит. Говорит, не могу. Вене, конечно. Он говорит, я не могу больше, я не могу. Вот так вот. А как ты хотел за мамкой смотреть старенькой? Ага. Вот такие вот всякие моменты у нее. Это вообще прикол. Все, приехали домой. Вот Свет у меня будет каждый день привозить. А мы успели вперед, Джефф, прийти. А Джефф застрял. Сейчас я поставлю на рот. А Джефф застрял. Автобусы. Он, наверное, не успевает. Буду я часто теперь Светунку показывать. Будем сплетничать про работников наших. Пап, пошли делить. Пойдем делить нашу добычу добычу. Пойду, у меня дом, две собаки. Представьте, у меня дочка уехала в Чикаго. И это, и привезли его. Ну и все. Господи, как за ребенком такие. Мам, он у нас не поужинал. Мам, ты его покормишь? Не шубкормлю. Я так и говорю. Ну я это, я сейчас с холодильника, в холодильнике полно мяса. Не едим. Если нас свежее купили, а что замораживали? Вообще не люблю я. Зачем это вообще делаешь? Ну это. Ну сейчас думаю, достаю кусочек чего-нибудь, мяса. И собаки делаю. То с рисом, то с макарошками, то с... Ну что я тут для собаки готовлю. Ну и все, и говорю. Я индейку там достала. У меня прям стейки такие, индейки. Они такие. Ой, как хорошо! Вот, для него это как раз хорошо. И с белым рисом. С етичетическим. С белым рисом. Немножечко белого риса. Не добавляй масла никакого. Чтобы ему на животах было хорошо. А представляешь, киридите на них. Да, а представляешь, завтрак ему готовят. И он говорит Иринке. Ирин, не делай ему полное яйцо. Сделай просто white eggs. Без желтка. Еще это. Health healthy. Да. Белок. А Ирка такая. Ты думаешь, ему нравится белок? Он хочет желток сам вкусный. Он так. Пожалуйста. Так эти дети сегодня, они спать не давали. Как дети. Две собаки она ведь в виду. Две, считай, и Иринкин, и мой. Носится как дураки. Я думаю, подумал. А тут двой. Как коник. Я такая. Мальчишки, идите спать. Замолчали. Опять через... Ту-лю-лю-лю. Представляешь, они как соскучат. Они еще вместе жили, потом цвет... Что такое? Нет, я вам помню. Наелись вчера индейки. Я им индейку, потом еще бизон. Бизон у меня был стейк. И делала с макаронами со всякими. Ой, а вкуснятина пахнет. Говорю, боже. Возставляем. Собака повар готовит. Сама помидор поела, а собаку накормила. Ой, у нас так тепло. Прям жарко. Да, жарко прям. Ну ладно. Пошли. Всего хорошего, мои дорогие. До связи.